Отправляя посылки Татьяна Томаровская, искренне верит в то, что тепло рук и ощущение заботы поможет тем, кто больше всего на свете скучает по дому, родным, близким, своему городу и стране. Для бойцов, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, каждый вклад бесценен, отмечает Татьяна Викторовна. Вместе с активистами ТОС номер 4 Октябрьского района она вяжет шерстяные носки и шьет белье для наших ребят. На Донбасс уже отправлено более ста пар вязаных носков. Приложить свои руки, тепло своих рук, вложить в изделие и осознаешь, что это обязательно дойдет, это согреет, это поможет. И получая такие подарки, я думаю, у них согреваются сердца. Активисты ТОС номер 4 помогают нашим военнослужащим сами и вовлекают в процесс других жителей города. Одни приносят ткань, другие пряжу. В территориальном общественном самоуправлении есть место и для раритетных вещей. На этой швейной машинке, ей уже больше ста лет, шила форму для солдат в 1941-м бабушка председателя ТОС номер 4 Аллы Беляевой. Еще посмотрите, тут вот герб, видите, не все республики. Сегодня ее также используют для пошива вещей. Кроме того, активисты ТОС номер 4 регулярно участвуют в сборе гуманитарного груза. Очень много активных, добрых людей, которые действительно хотят в данной ситуации помочь, поддержать, ищут идеи, ищут возможности. Я искренне горжусь и люблю этих людей, потому что понимаю, что это идет от чистой души, от чистого сердца, от желания помочь, поддержать и рассказать ребятам о том, что их ждут, что их любят. Помогают нашим бойцам и представители ТОС номер 1. Он также находится в Октябрьском районе. Кроме товаров, первой необходимости – вещей, сигарет, сгущенки, сладости и чая – представители территориального общественного самоуправления участвуют в изготовлении блиндажных свечей. Как и обычные свечи, они тоже из парафина, но существенно отличаются от бытовых. Такой прибор может гореть долгое время без перерыва, а силы огня хватит, чтобы приготовить обед. Свечи востребованы у солдат, которые проводят много времени в окопах, без возможности добраться до пункта размещения. Для приготовления блиндажных свечей нам нужны банки, оптимальный размер. Высота картона, который мы вставляем, вставляем линейку внутрь, замеряем. Где-то у нас здесь, в этой баночке, 7,5 сантиметра. Дальше дело техники. Спрессованный или скрученный по спирали картон вставляется в жестяную банку и заливается воском, предварительно расплавленным на паровой бане. Расходный материал для изготовления блиндажных свечей приносят неравнодушные жители города, представители бизнес-сообществ и служители церкви. Профиновые свечи, которые мы бросили, но сюда мы положили и церковные свечи, вот эти агарки, которые нам дают церковь. Одна из основных задач органов местного самоуправления – поддержка инициатив населения, особенно когда это касается ребят, выполняющих боевые задачи в зоне СВО. На сегодняшний день со стороны Министерства обороны военнослужащие обеспечены всем необходимым. Существенный вклад внес губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава города Елена Лапушкина неоднократно подчеркивала, что таким инициативам добровольческих объединений городская администрация всегда готова оказать поддержку, чтобы они развивались и дальше. Кроме того, администрация Самары оказывает помощь семьям военнослужащих, контрактников и добровольцев Самарского батальона, а сотрудники районных администраций всегда находятся с ними на связи. Убеждена, что и на территории Самары есть масса инициатив, про которые мы даже не знаем. Люди сами, самостоятельно помогают. Наверное, в этом и есть сила русского характера, о том, что делать добрые дела, не кичаться этим, а делать это от души и от сердца. Всю собранную гуманитарную помощь наравне с тем, что сделано своими руками для наших бойцов, вскоре отправят в зону СВО. Кому-то из наших военных достанется и эта свеча, которая согреет не только своим теплом, но и добрыми, искренними пожеланиями. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События.